итак ребят в связи с праздниками не было кстати вас всех с прошедшими днем победы вот в связи с праздниками не было в пятницу еженеделем обзора вот поэтому сегодня он происходит ну в дальнейшем будет в принципе в пятницу если в пятницу не будет никаких особых праздников а вот видео тоже мне не получилось записать вот поэтому мы сегодня согласен понедельник тоже гораздо лучше закрылись все маркеты вот но как бы мы я утром очень как бы не всегда могу быть свободен чтобы например там перед открытием россии обзор проводить то есть посмотрим может быть в субботу будет в субботу вряд ли конечно но так что нас ждет на этой неделе по новостям значит сегодня потихонечку отчитался китай вот в недвижку меньше процентов инвестируют производство немножко буквально на пару процентов хуже ожидания десятых вернее вот но лучше чем предыдущий фактор то есть как бы вроде отчет вышел хуже ожидания но лучше чем на самом деле предыдущий отчет поэтому особо сразу паниковать не нужно ежегодно различные продажи продажи по швейцарии немножко упали вот америка лучшее ожидание в этом индексе по его розничным продажам осталось лучше вот то есть но в общем такой сиборде вот так завтра у нас процент из важных это индекс экономических настроений германия вот тоже смотрим за ним и индекс экономических настроений z и w еврозоны ну желательно посмотреть и промышленное производство еврозоны за месяц вот честно говоря завтра будет такой абсолютно нейтральный день если не начнется никакая война или еще еще нибудь можно будет спокойно по поработать по торговать вот в среду квартальные ввп германии и квартальные франции вот из серьезных и безработица то есть индекс изменения числа заявок по британии по безработице это у нас британия в среду читается в европа ввп ежеквартальный в час дня вот в общем по европе понятное дело что те кто в кризисе там покажут негативную динамику ну нужно следить за основными и франции германии значит читается банк англии по своей инфляции что у них там происходит процент в общем среда будет абсолютно насыщенная америка тоже будет очень много читаться вот но по америке все такое на среднем уровне вот но среду будет немножко штормить поэтому вторник вот завтра нужно будет по максимуму поработать вот четверг тоже будет насыщенная об особенно америка вот значит ввп квартальный пока по японии 3 в 4 часа утра практически вот и из серьезного начнут члены федеральной резервной системы в четверг говорить о чем то посмотрим о чем вот и будет по потребительским ценам и квартальным ежегодным ежемесячным америка отчитываться в 16.30 вот разрешение на строительство в 16.30 и речь членов омс фишера в 17.00 и плюс еще в 20.30 Раскина тоже из федеральной резервной системы в общем четверг в среда вот обычно в такие моменты или происходят какие-то разворотные точки внутри недели вот и в субботу в 19.00 господин бернанке в субботу что-то всем расскажет вот поэтому непонятно почему но в субботу все рынки будут закрыты возможно что-то интересное чтобы никто не смог на этом заработать денег вот так что в четверг в среду в четверг у нас немножко по америке но по большей части европа отчитывается а в четверг по большей части отчитывается америка вот ну если будут сокращать q3 не не я не провидец я не могу понимать какой не бернанке не звонит по понедельникам поэтому скажут будем реагировать как-то вот если начнут уменьшать то как будет нормально с 1650 уйдем ниже вот то есть поэтому в принципе как бы нормально q3 поднял индексы в принципе стаки тоже вот на этих прибулях сейчас начнут вкидывать какие-то рисковые активы вот этот лишний кэш который заработали вот поэтому как бы могут спокойно уже потихонечку сворачивать но если резко это все сделают то как бы могут нормально упасть и так с 13 по 13 что у нас произошло за контракт четвертые сутки мы стоим вот в этом диапазоне 16 23 16 29 это для нас сейчас мейнстримовый уровень вот ближайшая поддержка в только вот тут вот здесь вот нормально собирали всех шертистов всех продавцов 16 08 с половиной 16 13 75 вот поэтому вот здесь вот будут какие-то эти отработки и уровень в районе там 15 75 давайте на 77 и по вот этот весь картель 91 это тоже вот набор аукциона на дальнейший рост стоим стоим уже четвертые сутки на этом диапазоне выше 16 35 не 16 33 25 пока не уходим посмотрим как сегодня америка закроется вот будут ли закрываться ниже но уверенно пока тестируют выше что как бы пока что не а сигнализирует о ком-то развороте дисбаланса как видите пока что нет если там все шортили хотя открытый интерес именно сотый индекс подсказывает что там набирают продажи как бы уже наверно там с апреля вот давайте посмотрим что произошло на той неделе где мы сейчас вот у нас так там интервал поддержка если брать на узко вот здесь вот у нас происходит 16 20 с половиной 16 23 25 вот здесь набирали покупки здесь два раза защищали и сегодня европа не осмелилась уйти ниже вот и вот пока что протестировали вот эту верхушку немножко с заносом да по инерции вот закрылась неделя объемненько вот и вот сейчас могли просто снять стопы и потихонечку уходить поэтому вот этот весь диапазон нужно сейчас отметить 16 28 75 пока его просто про пробили как бы протестировали но не закрепились то есть как бы видите быстро разворачиваются с нп вот не нравится ему пока эта цена возможно здесь будут набирать поэтому вот тут вот этот вот ядро прошлой неделе это на уровне 16 24 75 по 16 28 вот пока что идут как бы торги в дельта плюсовая относительно этого ядра вот могут опять вернуться в этот диапазон тогда уже будем смотреть как будет распределяться аукцион кто кто здесь продавал в принципе держите но стоп небольшой поддержка у нас в принципе вот здесь она визуально мы видим и аукцион здесь набирали во вторник 16 18 здесь тоже могут идти какие-то до этого уровня какие-то поддержки на этой неделе вот но опять же среда четверг будет штормить поэтому как бы завтра еще какие-то уровни будут работать но вернее могут быть надежными уже в четверг я думаю что волатильность немножко будет больше и немножко будет маркет на сеть вот это s&p сразу по текущему дню 1243 вот это для тех кто на ежедневных обзорах база по америке размещена здесь поэтому если сегодняшняя сессия уйдет ниже базы вот то есть она пока распределялась на покупку но как видите мы стремительно к ней идем то есть закроется ниже день контролировал продавец и завтра возможно тоже будет это делать продавец поэтому еще выделим вот этот вот диапазон сопротивления 16 31 16 32 с половиной вот не пробьют и за закроется ниже базы будет признак то что американцы вернее американская биржа то есть чикаго меркательный чечек торговали сегодня сан пив шорт вот закроется выше примерно хотя бы этих диапазонах еще нужно будет следить уже завтра за или сегодня за вечерние сессии или за завтра а вот но пока что вот такие вот ситуации завтра еще или же сегодня вот этот вот этот закупка вот это по лаям где было ведь тоже может послужить качестве какой-то поддержки но принципе если на ней закроются после такого тестирования 16 33 25 сегодня у нас хай обновили вот причем с объемчиком зашли небольшим а вот снижение уже идет не на объеме вот объем начал расти вот скорее всего видите набирает 40 тысяч контракта уже на снижение вот не если вот этот вот движ 16 29 16 31 не осилен до конца сессии то скорее всего будет дальше продолжаться снижение так это было с н пи март ой 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 эфи с x то же самое на хаях но тестировали хай на прошлой неделе в понедельник вот этот аукцион мы отмечаем 27 47 27 65 сегодня офис x уже не обновлял хай вот и и объем торгов гораздо меньше как видите сегодня был поэтому здесь как бы особо покупать видно не хотели вот ближайший уровень поддержки это вот эти вот две с половиной сессии чисто пробьют этот диапазон то начнется какой-то даун тренд дальше поддержка еще это уже для стратегов которые работают на длительная дистанция это 26 60 26 85 здесь четыре сессии боролись с медведями вот и поэтому этот уровень стратегический принципе для нас важен ну то есть все вот эти локации это все у нас поддержка вот с этими уровнями могут происходить какие-то защиты или еще что-нибудь то есть если вы держите здесь шорт против этих уровней вот в этих диапазонах могут быть реакции туда пока мы не дошли вот то есть принципе здесь могут отработать покупку или уже здесь вот посмотрим по ситуации которая будет в мае в июне как мы знаем уже заканчивается юнский контракт вот поэтому сейчас хай он может быть еще конечно выше но пока что вот стоят на хаях кто-то там все-таки открывает итак прошла неделя плюс понедельник вот такая у нас ситуация значит вот этот весь шорт 27.71 27.84 мы берем во внимание вот как видите понедельник прямо с этих уровней ушел и аукцион прошлой недели вот пока что вот как видите не осилили то есть да были на лоу но закрылись выше своего аукциона сегодняшнего европейцы вот понятное дело что если закроется все-таки на вечерке ниже то как бы весь этот аукцион весь этот якобы спрос ну как бы его еще нельзя назвать спросом разместились пока вот здесь пока корректится вот и вот этот вот актив 27.30 27.38 аукцион который был на покупку тоже может быть следующей установкой возможно во вторник если будет снижаться то есть мы видим что идет вот такой нисходящий равноудаленный канал вот такие вот могут быть баталии то есть вот это как раз будет примерно подходящей точкой для каких-то или сброса продажи или какой-то небольшой числе спекулятивной покупки вот вот фактически как бы закрылись вот видите надо аукционом основным вот ну посмотрим что будет на вечерней сессии пока что как бы вот сопротивление только этот уровень и он был как бы уже его точно отмаркировали потому что не осилили даже даже не пытались тестировать на сэнпи там тестируют в принципе чуть вверх но здесь как видите особо не не осмелились ртс вот такая ситуация основной уровень контракта который мы не раз я вернее не раз указывал это основной левел вот сейчас его как видите не осилили или вернее не выпустили пока вот здесь вот две с половиной сессии поборолись вот и вот мы торгуемся после вот этого снижения здесь стоим во флете такое часто бывает после резкого движения потом день стоит просто во флете вот будут ли снижаться ну если да то ближайшие свежие поддержки это уровень 133 350 где была закупка перед таким интересным стартом я на обзорах говорил и на ежедневных и на еженедельных кстати кто до сих пор не ходит на ежедневные обзоры вот в принципе присоединяйтесь команде там интересно и шли мы на малом ликвиде то есть скорее всего под праздники просто кто-то нормально дать дотянул возможно до реального хая этого контракта абсолютно ведь и ликвидность на покупке была абсолютно минимальной вот и сегодня вот первый день как видите тоже не особо блистал ликвидностью понятно разворотная точка была самая-самая топовая поэтому этот уровень тоже стратегически важен для нас и вот сейчас рынок абсолютно почему-то без особо хорошего ажиотажа то есть как бы понятно что и покупать вроде никто не хочет да и продавать как-то стрёмно когда растет сэмпи и возможно будет расти и нефть вот давайте рассмотрим прошлую неделю она там с пробелами но что поделаешь и уровни есть уровни так значит 7 числа вот немножко затарились 8 но здесь сбросили стопики это видно по этому бару просто сходили на 144 и здесь как бы два аукциона тоже все распределялись на продажу поэтому 142 можно захватить и 143 400 это все ресистанс поддержка которая была понедельник плюс частично во вторник 10 05 там же и закрылись и как видите мы все то есть этот уровень учитывать в качестве поддержки тоже нет смысла единственная еще поддержка которая была восьмого тоже преодолели 10 вот поэтому 140 500 можно вот этот уровень взять сейчас чуть-чуть меньше сделаю фильтр вот чтобы выбрать вот до этого видите это уровне 5 пятницы здесь простояли вроде как закрылись но сегодняшняя сессия не осилила этот уровень пока что временно мы его себе фиксируем как возможный уровень сопротивления понятно что 141 по 142 500 это все отказ покупать здесь никто не хотел покупать ртс вот поэтому как бы сейчас пока этот уровень не пробьют 141 142 чисто стратегически будет контролировать рынок продавец понятно что мы следим еще параллельно за нефтянкой сейчас мы его попозже рассмотрим ртс сегодня можно даже за неделю попробовать вот вот по открытому интересу какая у нас сегодня яма то есть видите позиции много не открыли позиции на снижение тоже особо перед выходными закрывали вот и сегодня особо большого как видите ажиотажа не было но прошел небольшой объем маленький но прошел вот она ситуация ядро дня текущего и мы уходим практически ну закрылись по центру то есть сегодня как бы было присутствие и продавцов и байеров то есть мы видим что здесь был аукцион на покупку вот если вечерняя сессия уйдет ниже вот этого аукциона который поддерживал снижение мы видим здесь 139 800 крайний уровень ну и по вот эти все аукционы то на рынке продавец и как бы это нужно учитывать вот мы стоим то есть рт стоит открытый интерес растет это к шертам поэтому как бы завтра если ртс не осилит 140 600 то в принципе ожидается как бы по открытому интересу то что он нам подсказывает это снижение вот это ртс значит по по профилю сегодня не осилили 70 процентов зоны стоимости пятницы вот то есть как бы вот это все снижение сегодня даже не попытались выкупить хотя бы до основного аукциона пятницы то есть как бы нет нет покупателя на рынке поэтому вот такая ситуация вот зона стоимости 70 процентов 139 900 140 600 сейчас я проверю это так да 70 70 процентов можно конечно поставить и поменьше 50 тоже неплохо вот то есть рынок не контролирует сейчас покупатель вот закрылись мы не надо аукционом то есть не боролись здесь за покупки мы закрылись как видите вот здесь практически на нижних уровнях и если завтра будет преодолен вот этот диапазон 139 100 139 500 ну в принципе если на нем еще будут как-то держаться могут еще болтаться там радиусе аукциона но если уйдут ниже я думаю что продавцы начнут наступать и наступать вот но опять же видите открытый интерес сегодня не блестит ну как бы не особо крупный вот и вот и сейчас мы переходим на евро и так выше 32 не пустили как мы как бы мы не хотели и поддержку нашу которую уже не раз пробовали здесь и здесь торгуемся мы ниже вот 2950 это уже нормальная цена торгуется как бы уже под этой поддержкой поэтому у этих которые здесь пытались это все дело выше 1.3 поддержать уже нет особо сил плюс вот эти два девятого и десятого снижения не особо радуют своей информации для покупателей то есть продавали и продавали и никто покупать особо-то и не хотел вот поэтому мы быстренько добежали до 2950 где якобы появились какие-то байера здесь мы были уже раз-два это уже третий раз поэтому как бы даже если и будут какие-то коллекции есть все шансы что мы увидим 29 вот значит покупки которые были стратегические для этого контракта 27 с копейками там 80 28 64 поэтому если и падать то вот хотя бы до этого уровня здесь как видите набрали достаточно серьезный массив посбрасывали стопы три раза вот и нормально этот массив уже начинает распределяться в принципе это было очень долго поэтому с этих уровней может пара уйти достаточно сильно вниз если не вернется обратно в аукцион в принципе если будут возвращать то уже посмотрим но пока что объем этот весь начал распределяться то есть если мы возьмем чисто уже массив основной можно и ядро так сказать сейчас мы так 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 давайте возьмем так вот это 30 и 25 давайте возьмем 35 и 20 30 вот так вот чтобы ядро выделить вот основное ядро такое аккумуляция сумасшедшая это 30 с половиной по 31 10 вот мы пока что в отрицательной дельте относительно этого ядра но весь объем вот сосредоточен здесь вот нужно учитывать непосредственно с этого уровня поэтому вот как вот вот ядро мы подним и пока мы не уйдем выше позиционно покупках может быть проблем и текущая неделя вот второй раз 10 и сегодня 29 50 29 60 ну там 29 44 уже в записи будете осматривать ближе вот пытаются поддержать вот но как видите особо то что происходит в американскую сессию не создают высокого спроса опять же уперлись еще в сопротивление 29 90 30 13 вот это все было у нас 10 числа как видите а сегодня тоже не осилили вот мы между двух блокад вот кто с какой работой кто здесь продал держите против этих понятное дело если второй раз или третий пойдут то возможно пройдут но как бы в зависимости от того где закроется закроется повыше то скорее всего здесь действительно 29 50 пытается удержать но у нас получается здесь сопротивление потом следующее сразу идет сопротивление то есть как видите плотно идет аукционы идут плотно и все идут на продажу кроме вот этих вот двух вот то есть пока поддерживают набирать скорее всего объем среду будет европа отчитывается и скорее всего в среду эта пара куда-то хорошенько уйдет вот но судя по последним событиям то покупатель особо сейчас нет этого фьючерса 30 90 следующий аукцион это был у нас до продажи 9 ну и хай это у нас абсолютный шорт 31 93 чистый как вода в горной руке газ бер да все все будет вот то есть вот у нас сопротивление раз аукцион второй аукцион третий аукцион и четвертый аукцион четыре аукциона все были на шорт единственный который был вот здесь вот на покупку то есть можно будет с ним поработать или если вы сегодня зашли что в принципе с такой скоростью маловероятно 7 30 а вот то сейчас 13 00 как видите особо не растут дальше проследите где закроется фунт вот такая вот ситуация по фунту он вообще не стесняется уже распределяется весь этот массив 54 75 55 80 все это дело уже третьи сутки уходит вниз то есть покупателя байера просто нет все фунт просто сливают эту пару фьючерс не покупает и вот мы пришли к массиву который набирали на покупку вот здесь то есть 52 23 53 20 какие-то будут остановки то есть или наборы коррекция до 54 или же до 51 уже это вот стратегический набор объема он там есть пока что главный там 50 80 все вокруг 51 51 84 вот то есть в принципе по объемности у нас два массива крупнее чем этот но могли выйти уже и в принципе затаряются на продажу но как бы 3 3 суток продают то есть покупателя абсолютно нет вот возможно действительно британия там отчитается по инфляции серьезно вот поэтому мы берем сейчас недельку и смотрим уже уровни по точнее ну вот объем который был 10 это все дело не пустили выше 53 63 53 92 вот этот вот эту поддержку которая точно такая же похожая да как на евро сегодня просто проигнорировали то есть как бы мы заметили что фунт немножко нам подсказывает что будет завтра с евро 54 30 54 45 тоже сопротивление ну и понятно здесь хай просто в открытую шортили 9 числа 55 57 55 80 ну вот эти островки объемные вот вокруг 55 тоже не забывайте значит нету уровня на поддержку это означает то что байера нет вот на фунте и вот такая ситуация закрываемся как видите на лоу объем который здесь вроде выскочит особо не создает никакого спросика вот поэтому работаем от шорта то есть все коррекции пытаемся брать да спекулятивно вот покупать опасно то есть как бы рекомендация пока что в эту пару не попытаться покупать валят пускай валят лучше ищите коррекции это фунт рубль рубль держат в коридоре 31200 там 175 31380 ну и коридор заканчивается на 31800 по 32200 вот то есть мы видно да это начальный поддержали и вот еще кучу сессии поддержали но ближайший уровень сопротивления это вот это 31500 31600 вот пока что мы станем в нем то есть в принципе не уверенно были какие то два прокола вот и 2203 вот вроде как надо объемом торгуемся но посмотрим то есть пока что 31300 и плюс минус это все удержали пока что идет распределение этого объема поэтому можно будет пробовать поработать с этим в качестве поддержки да или же если завтра уже и чисто спекулятивно давайте посмотрим на неделе если кто будет завтра шортить с какими уровнями поработать обратим внимание как сегодня глобально вот видите тем уровне 31480 31518 набирали объем и вот здесь закрылись то есть как бы после резкого снижения застыли в моменте просто давайте посмотрим что же там происходило вот судя по открытому интересу были был набор покупок вот поэтому если завтра рубль не преодолеет будут поддерживать выше 314395 31525 вот то есть будет набор покупок будет немножко восходящий тренд вот но как только этот уровень будет пробит да то есть ну еще лоу можно 300 313480 тогда сценарий на покупку отменяются все то есть вот это базовый уровень все с ним завтра работаем если будут давать купить то мы с ним работаем в покупку ближайшее сопротивление я уже указывал на маклазер профайле вот то есть 10.05 там особо никаких объемов на хайях не было просто дотянули и закрыли неделю вот они у нас вот максимум что может нам помешать дальше в покупке вот но вот здесь вот был набор покупки и его ниже не пустили это неплохой признак то есть в принципе если завтра 31500 не отпустят то будет идти восходящий динамик единственное сопротивление это вот этот вот массивчик который набросали вокруг 31600 так это у нас был теперь у нас газпром я беру фьючерс поэтому не удивляйтесь если будут какие-то нити графики газпром добрел до своего победного аукциона за продавцами точно так же как ртс дошел до своего базового уровня за контракт и вот сейчас идет реакция сегодня был неплохой объем на снижение поэтому как бы мы учтем это как работу продавцов вот и возьмем во внимание но нужно учитывать так как этот фьючер на акции вы могли просто хеджировать вот здесь у нас была закупка ближайший уровень хорошей поддержки 11490 11800 вот если будет падение то до этих уровней обрати внимание что покупка точно так же была абсолютно не особо ликвидная и вот это вот дело можно было попробовать заширтить вот это по газпрому за текущую неделю плюс понедельник прошлую неделю плюс понедельник значит вот такая у нас ситуация был флет и газпром ушел распределился на продажу и объемника вышли вот понедельник покупали но было была слабо ликвидность поэтому можно как бы приглядывать к в качестве поддержки но мало мне верится что они вот это все попытается удержать вот это все вот здесь как бы мы видим что ликвидность на хаях особо то есть на максимуме относительно недели прошлой и вот это тоже сопротивление значит газпром у нас сегодня где тут газик вот открыли много на снижение видите все снижение открывали и очень быстренько вот то есть сейчас мы глянем что там было хотя нефть особо не ушла ниже как мы видим возможно другая пошла ну да сегодня там газпромчик отчитался так теперь сбербанк сбербанк здесь сбербанк дей с вот такая вот плита у сбербанка все что было 9 500 по десятку все собрали вот и толкнули выше вот такая вот у нас ситуация по сбербанку вот то есть даже если будут какие-то коррекции идти до сбербанка до этих уровней то здесь как бы неплохо было бы поискать какие-то точки для открытия позиции на байо единственное сопротивление сейчас у нас небольшое это 10 500 10 600 с копейками поддержка вот мизерно это мы сейчас рассмотрим на неделе вот плюс текущий день вот в неделе как видите защитили 10 260 10 350 вот сопротивление это было у нас там такая полупраздничная неделя 10 500 10 620 вот разворотный день произошел поэтому вот этот объем еще на закрытие тоже очень важный вот как видите 10 числа здесь тоже немножко разместили и сегодня как бы не пробили то есть если завтра будет идти атака вот этого уровня то как бы это будет признак байеров то есть учитывайте чтобы завтра ниже 10 33 300 как бы вот не пустили пошли до хотя бы вот этих вот левелов лукойл лукойл висит на хаях и вроде какая-то там ликвидность даже набирается так это переборщил с лимитами давайте 2 3 вот у нас уровень по лукойлу двадцатка по 20 с копейками сейчас относительно него и ориентируемся вот но сам процесс сегодняшней сессии он был достаточно разворот и поэтому как бы по лукойлу можно сказать что был сегодня байер вот и он присутствовал сегодня вот хотя как бы другие корректироваться относительно базовых уровней так это текущий контракт набор объема вокруг 18 600 18 800 вот и глянем сейчас текущую неделю вот какая сегодня ситуация произошла очень такой крупный массив а вот и 20 125 20 195 если ниже не уйду завтра то это все будем учитывать качестве неплохого набора покупки сегодня ой 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 сегодня работали байеры очень активно мы видим что поддерживают да все все лучше и лучше вот резко снижение сняли стопы скорее всего перед покупками набирали три раза объемы каждый раз но кроме последнего пока что мы не понимаем да в качестве сейчас надо открытый интерес смотреть то есть вот здесь вот мы берем поддержку как уровень и этот уровень тоже мы берем то есть принципе здесь 10 размещались на продажу мы здесь застыли но как видите разместились очень активно и не создали особо никакого дисбаланса в качестве там какого-то жесткого давления на котировку как мы видим рост набирали покупки лукойл и затем они не закрыты вот поэтому как бы в этот уровень нужно обязательно на лукойл учесть и теперь нефтюшка 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 так давайте мы выделим вот этот случай но мы помним да что 96 98 там у нас стратегический уровень по нефтянке вот и вот пока что была первая реакция то есть вернее вот реакция до 93 с половиной было и сегодня вот немножко как бы вот эту поддержку которая можно выделить учитываем до 92 93 94 в качестве поддержки это нужно учитывать мы видим что здесь основные объемы проходят уже с марта вот здесь вот набирается постоянно какой-то объем мы последний раз его сбросили стопики и пошли повыше да поэтому 93 94 мы в качестве поддержки учитываем 96 98 пока что вот с если не ошибаюсь января у нас непреодолимый рубеж да там был по 98 набран колоссальный крупный объем и это все несколько раз уже удерживают и вот сейчас удерживают тоже вот поэтому это для нас стратегический уровень и для нефтянки если не пробью 96 и пойдет на 98 то для ртс это будет неплохим событием сегодня была вот такая разворотная формация поэтому 95 мы видим что покупали вот это все дело поддержка если завтра не уйдут ниже то скорее всего динамика вот это вот которая после америки было сохранится но не выше евро европы нефтянка не ушла поэтому это 95 4 95 и 7 учитываем как ориентир не уйдут выше тогда могут корректироваться или просто набирать объем до среды такое тоже может быть среду там европа скажет что все плохо и значит пятницу неплохо закупились принципе намного больше чем сегодня вот из два дня идет закупка но как бы у нас тут спокойно можно выделить вот такую вот ситуацию до всех а я пытаюсь абсолютно быстренько объемника разместиться начиная с 8 числа вот ну и возьмем вот так вот в принципе если будут завтра ниже вот этого всего дела то накупили то мы пойдем то до 93 с половиной 94 вот это вот будет у нас в качестве поддержки мы давайте выделим это все чтобы никто не забыл 93 там 50 по 94 20 с копейками но и сопротивление все вот здесь вот находится прошлой неделе 96 и с половиной там что 96 2 95 и 5 вот даже можно ниже взять вот но сто пять и четыре вот был набор объема сходили вниз вот и вот сейчас вот происходит похожая ситуация только уже в рамках понедельника если завтра не осилит нефть 95 и 96 возможно будет снижаться если относительно текущей сессии вот это у нас поддержка тоже не забываем но как видим у нас в принципе нефть стремится к хаям то есть пока что вот носительной америке байер присутствует вот и золото на золоте вообще просто там такая песня да просто я не знаю надо посчитать раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 11 сессий 14 80 14 70 заколдованный ценовой диапазон 11 вот этот массив мы берем во внимание я взял котировку с 31 12 с того года вот у нас еще был массив 15 60 16 3 0 там с копейками 16 09 это у нас сопротивление жесткая и вот как бы не смогли набрать особо покупок но ближайшая поддержка вот у нас практически достигнута вот 16 14 10 14 30 это было до заправка байра ну и следующая вот на этом уровне если эту поддержку не будут поддерживать то мы пойдем в этот диапазон это у нас оставили след с пятницы сегодня три раза весь этот уровень пытались пробить раз два три не осилили и вроде пытаются закрыться повыше вот сопротивление здесь у нас сегодня могут туда дойти могут не дойти посмотрим но пытаются пытаются но медленно как видите нет уверенности на рынке отсутствует уверенность на рынке отсутствует агрессивный игрок сегодня вот возможно не все после выходных вернулись не знаю почему то сегодня такие рынки вялые 14 64 14 75 это у нас набор 8 9 на продажу и последующие распределение всего этого объема даже не заметили вот этот вот абсолютно объемный разворот седьмого числа здесь вот прошли все на рынке пока есть продавец как мы видим по понедельнику покупатель даже если есть он абсолютный напуган вот поэтому как бы сигналов крупного байра просто нет но